Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневная информационная программа в обзоре наших авторов. Как и всегда, наши журналисты расскажут о наиболее актуальных темах, которые произошли в эту среду. Вот краткий анонс информационного выпуска. Ужесточение наказания за вывоз плодородной земли. Подробности заседания Рязанской областной думы смотрите в сегодняшней программе. Книга друг, без нее как без рук. Российские библиотекари отметили свой профессиональный праздник. Осмотри дорогу слева, следом справа посмотри. И идя по зебре смело, светофор благодари. Ребят продолжают учить безопасности дорожного движения. Ну а теперь обо всем подробнее. Сегодня состоялось очередное заседание Рязанской областной думы. Вопросов в повестке дня у региональных парламентарьев было довольно много. Один из основных – внесение поправок законодательства, ужесточающее наказание за вывоз плодородной земли. Подробнее о ходе заседания в репортаже Оксаны Тебенихиной. В Рязанской областной думе прошло заседание, на котором депутаты обсудили вопросы, касающиеся развития региона. Одна из тем – законодательная инициатива регионального парламента по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части ужесточения наказания за воровство чернозема. Правонарушения, приобретшие в силу географического положения в Рязанской области – гигантский размах. Поскольку мы находимся близко к мегаполису, к Москве, это особо актуально для нас. И вот на протяжении последних лет расширилось строительство Подмосковья. Ну и, соответственно, Московская область не сильно богата черноземами. И все черноземы идут, в частности, от нас в Рязанской области. И особенно приграничных районах. Контролирующими органами выявляются многочисленные факты самовольного снятия перемещения и порчи полудородного слоя почвы. Только за 2014 год в Рязанской области общая сумма ущерба по данному вопросу в совокупности составила около 150 миллионов рублей. Общая площадь разграбленных земель в период с 2012 по 2014 год составила около 30 гектаров. А испорченного плодородного слоя около 410 гектаров. В настоящее время административное законодательство предусматривает за данное нарушение штраф на физических лиц в размере от 3000 рублей, а на юридических от 50 тысяч. В то время как один КАМАЗ чернозема оценивается примерно в 30-40 тысяч рублей. Депутаты фракции «Единой России» в облдуме выступили с инициативой об ужесточении наказания за воровство чернозема. Мы уже обращались ужесточить. И вот сейчас повторно это делаем. Мы будем просить, выезжая на комитет в Государственную думу, расскажем ситуацию. Просто мириться с этим уже нельзя. Кроме увеличения суммы административных штрафов, депутаты в качестве наказания предлагают применять также конфискацию техники, используемой для незаконного снятия и транспортировки плодородного слоя почвы. По их мнению, такие поправки помогут серьезно препятствовать нелегальному бизнесу. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев на расширенном заседании регионального правительства потребовал предпринять все меры к тому, чтобы детский отдых этим летом прошел на высоком уровне, был безопасным и качественным. Еще раз тщательно проверить готовность всех детских оздоровительных учреждений летних к приему детей, как соблюдаются санитарные нормы, как организована транспортировка, питание, какова квалификация сотрудников, как обеспечена пожарная безопасность. А ребята постарше, которые уже не поедут в детские оздоровительные лагеря, это рязанские девятиклассники, сегодня приступили к сдаче государственной итоговой аттестации. Им необходимо будет сдать два экзамена – русский язык и математику. Для многих старшеклассников ГИА-9 становится пробным экзаменом к последующей сдаче ЕГЭ. Сегодня выпускники девятых классов сдавали математику. Государственная итоговая аттестация является обязательной завершающей освоение образовательных программ основного общего образования. Но допускаются к ней лишь те девятиклассники, которые имеют годовые отметки не ниже удовлетворительных. Зато победители всероссийских олимпиад освобождаются от прохождения аттестации вовсе. Выпускники девятых классов сдают в этом году два обязательных экзамена – русский язык и математику. Продолжительность экзаменов по обязательным предметам составляет почти четыре часа. А необходимость сдавать экзамены по выбору, либо проходить индивидуальный отбор, возникает в случае поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или в профильные классы. Основной этап сдачи экзамена начинается сегодня. Пересдача в случае неудачного написания работ пройдет в августе. Вместе с окончанием учебы растет, к сожалению, статистика случаев дорожного травматизма с участием детей. О том, что дорожной безопасности необходимо обучать детей с раннего школьного возраста, не понаслышке знают рязанские дорожные полицейские. Они провели очередную встречу с ребятишками, где в творческой атмосфере рассказывали о правилах, знаках и светофорах. Рязанские автополицейские регулярно проводят профилактические занятия по безопасности дорожного движения с детьми. 25 мая на специальной автоплощадке, оборудованной в детском развлекательном центре «Маленький принц», сотрудники госавтоинспекции провели со школьниками очередные занятия, чтобы напомнить им правила дорожного движения. Ведь скоро лето, и ребятам необходимо знать о том, как правильно вести себя на проезжей части. Впереди у школьников самые длительные, самые долгожданные каникулы. Сотрудники госавтоинспекции в преддверии летних каникул стараются напомнить школьникам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Сегодня на мероприятии в игровой и творческой форме дети еще раз будут вспоминать о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Ведь у правил каникул не бывает. Мероприятие под названием «Безопасное лето 2015» было организовано для учащихся седьмых классов школы номер 57 города Рязани. В процессе общения с инспекторами по пропаганде ГИБДД школьники отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, отгадывали загадки, вспоминали название дорожных знаков и марки автомобилей. А также, прослушав мелодии, угадывали название песен, связанных с дорожной тематикой. В завершении мероприятия ребята прокатились на вилломобилях по автоплощадке, закрепив на практике полученные в процессе занятия знания. Рязанские спасатели тем временем оттачивают свое мастерство. Вчера завершились соревнования по пожарно-прикладному спорту на кубок героя СССР Ивана Федоровича Зайцева. В Рязани прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту. Спортсмены боролись за кубок имени героя СССР Ивана Федоровича Зайцева. Иван Федорович, ветеран Великой Отечественной войны, удостоен звания Героя Советского Союза. Уже в мирное время работал начальником пожарной части в городе Михайлове. В нынешних соревнованиях приняли участие команды Владимирской, Калужской области и три команды из Рязанской области. Действительно, Рязанская область – это уже стала эпогеей проведения соревнований по пожарно-прикладному спорту. В первую очередь здесь созданы все необходимые условия для занятия данным видом спорта. И также все условия для проведения пожарно-прикладного спорта. Здесь министрам МЧС выделены были средства для того, чтобы здесь создать условия именно за этим спортом. По итогам соревнований в упорной борьбе победителями и обладателями Кубка Героя Советского Союза Ивана Федоровича Зайцева стали спортсмены из Владимирской области, на втором месте – команда Калужской области, на третьем – Рязанская область. Вчера отмечали День российского предпринимательства. Рязанские бизнесмены организовали праздник на главной пешеходной улице областного центра – улице Почтовой. Там прошли масштабные гуляния. А вот сегодня для студентов Рязанского госуниверситета выступал с мастер-классом преподаватель МГУ Михаил Хомич. 26 мая в стране отметили День российского предпринимательства. В рамках мероприятий, приуроченных к празднику, в Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина приехал руководитель Ассоциации менторов «Сколково» и директор по развитию бизнес-инкубатора МГУ имени Ломоносова Михаил Хомич. Он провел для студентов вуза и начинающих предпринимателей мастер-класс на тему «Правила успеха. Как добиваться наилучшего результата, не откладывая на потом». В рамках лекции Михаил ответил на вопросы аудитории и поделился своими секретами успеха. Это очень важное упражнение, хотя оно очень простое. Видите, осталось три человека на всю аудиторию, которые имеют перед собой цели перед глазами. Это крайне важно. Если вы где-то там решили под Новый год о своих целях, и вот договорились только с собой, вы потом с собой всегда передоговоритесь. Это проверено многократно. Если вы эти цели записали и не носите с собой, я готов поспорить, что они лежат в каком-нибудь дальнем углу или в какой-нибудь ящике, и, скорее всего, вы больше их не откроете. Единственный способ, как-то двигаться к целям, это их записывать. Уже несколько лет Михаил Хомич преподает на экономическом факультете МГУ имени Ломоносова. Давайте я поделюсь с вами статистикой. 90% людей, студентов, 90% что? Не встречаются, вы так пессимистны. Встречают, вы тут же оптимисты. 90% людей, студентов, ну вы же себя должны знать, даже не пробуют. Желающих встретиться с Михаилом Хомичем оказалось немало. Возможно, советы успешного серийного предпринимателя, соучредители нескольких бизнесов в сфере образования помогут рязанцам в развитии предпринимательских способностей. Сегодня библиотекари отмечают свой профессиональный праздник – Всероссийский день библиотек. В советское время библиотеки пользовались большой популярностью, поскольку только там можно было найти новые издания, необходимую информацию для студентов и школьников, да и просто книги для чтения. Однако сейчас, в эпоху интернета, печатные издания все больше отходят на второй план, уступая место электронным аналогам. Как в современных условиях пытаются привлекать читатели рязанские библиотеки, расскажет Наталья Новикова. Каждый год 27 мая отмечается Всероссийский день библиотек, который по праву считается профессиональным праздником всех людей, чья жизнь так или иначе связана с библиотекой. Рязанских библиотекарей чествовали сегодня в библиотеке имени Горького. До недавнего времени позиции библиотеки как общественного института казались незыблемыми и неуязвимыми. Это было единственное учреждение, профессионально занимающееся сбором, систематизацией, хранением и доведением до потребителей информации. Это исторически сложившееся монополие гарантировало библиотеке прочное место в традиционной системе информационных коммуникаций. Ни в каком другом месте потенциальный читатель не мог получить доступа к профессионально обработанным и тщательно сохраняемым информационным массивам. Конечно, сейчас в эру цифровых технологий посещаемость библиотек упала. Если быть честными, значительное число наших современников вообще не читает. А те, кто читает, зачастую предпочитают электронную книгу бумажной и пиратский контент легальному. Но все же многие все так же не могут представить свою жизнь без книг. Посещать библиотеки, конечно, стали меньше. Но это не значит, что печатная книга отомрет. Была одна очень хорошая статья в одном из наших профессиональных журналов. Мы еще простудимся на похоронах печатной и электронной книги. Мы с этим не то чтобы согласны. У нас в России затевается и набирает силу проект по созданию национальной электронной библиотеки. Безусловно, это будущее. Но читать, я думаю, меньше не стали. И по нашим ощущениям читать будут. В электронном ли виде, в печатном ли виде, как-то еще. Но читать люди будут. Конечно, читать нужно хотя бы для того, чтобы развиваться как личность и расширять свой кругозор. А чтение художественной литературы, например, это всегда новые путешествия, которые можно совершить даже не вставая с дивана. И мало просто научиться читать, нужно еще научиться получать от этого удовольствие. На данный момент в нашей стране действует, хотя, может быть, пока и не в полную меру, национальная программа поддержки и развития чтения. Я думаю, что результаты деятельности библиотечного сообщества, результаты деятельности этой программы мы когда-нибудь увидим. Пусть не завтра, пусть не в самом скором будущем, но мы обязательно увидим, потому что интерес к чтению не угасает. Ну а что касается библиотек, то туда стоит ходить хотя бы за тем, чтобы окунуться в чудесную атмосферу тишины, спокойствия, а порой даже волшебства. А ощущения, которые дарит бумажная книга, прекрасны. Возможность перелистывать ее страницы, слышать их шорох, находить пометки во взятой в библиотеке. Ну и, конечно, эти книги просто приятно держать в руках. И они пахнут не только бумагой, но еще и историей. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет депутат Рязанской городской думы Галина Трушина. И речь в беседе пойдет о делах депутатских. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова